Ну, то, что в России осталась интеллигенция, я даже не сомневаюсь. Она, конечно, есть. Часть уехала, это безусловно. Но она есть, потому что без нее, в принципе, не было бы ни культуры, не искусство, ничего. Может быть, я ошибаюсь, но мне хочется верить в то, что она истинно осталась, потому что кто такой интеллигентный человек? Во-первых, он безумно любит свою землю. Для меня это априори. Человек, который не любит свою страну, не любит свою землю. Любить можно по-разному, конечно. Любить и ненавидеть правительство, любить и ненавидеть какие-то проявления в культуре. Это понятно, потому что все люди. Но в первую очередь интеллигентный человек он любит. И до последнего момента он не уезжает отсюда, потому что это его. Это корни его. Это вот он здесь родился. Те, которые быстро-быстро сваливают, потом, когда здесь меняется в лучшую сторону, они быстро-быстро возвращаются сюда. Меня все время хочется спросить, а кто ты? Если ты, когда было плохо здесь, ты ничем не помогал своему народу, в своей стране не проявлял ничего, ты просто взял и свалил отсюда. А потом, когда вдруг что-то так вот хорошо изменилось, типа, ребята, я приехал. Вот я такой, вы меня принимаете. Это не интеллигент, это какой-то такой порхающий мотылек. Поэтому интеллигент, он до последнего не уезжает отсюда. Он пытается что-то сделать для своего народа, для своей страны, для своей земли. Потому что интеллигент это тот человек, который любит. А если он не любит, как его можно назвать интеллигентом? А любит, естественно, и свою семью, и свою страну. Поэтому я уверен, что интеллигенты до последнего момента будут на своей земле. Их, конечно, могут, как у нас было, убивать, сажать в лагеря. Но, тем не менее, вот такие люди, как Лихачев, например, проходили все этапы. Но, тем не менее, они сохранили и человеческое достоинство, и еще много успели сделать для своей страны.